Всем привет, с вами Люда Плаш Суприм, добро пожаловать на мой YouTube канал в эту пятницу, очередной королевский дайджест. Сегодня у нас новости расслабленные, спокойные, обстановка на YouTube, мне кажется, просто какая-то уже за гранью добра и зла, так что я, мои ролики на этом канале, это оплот спокойствия и умиротворения в этом сумасшедшем мире. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Так что, дабы не погружаться в эти бесконечные политические новости, давайте-ка погрузимся в королевские новости. Так что наливайте чок кофе и погнали! Итак, первая новость прошедшей недели. У Софии Уэссакской был день рождения, 56 лет ей исполнилось, и на моем телеграм-канале мы ее тоже поздравляли, вспоминали самые ее красивые фотографии, вообще, чем она знаменита. Софии самая любимая невестка королевы, королева это не скрывает, и именно из-за того, что Мэган свалила, Софии сейчас на первых ролях, и говорят, что она очень сильно кайфует от того, что она наконец-таки такой синий Ройлс, хоть официально ее как бы не объявляли, что вот Софии, вот она теперь будет исполнять функции Ройлс наравне там с Кейт Миддлтон. Принц Эдвард, ее муж, все так же в тени, но София играет роль классной, крутой невестки, как нельзя лучше, и на самом деле на нее смотришь, и не кажется, что она в эту семью пришла, такое ощущение, что она именно здесь и родилась. Инстаграм-аккаунт Ройлс семьи поздравил Софию снимком, где она вот в белом таком пальто, ну, в принципе, это ее стандартный образ. Интересная история по поводу сериала «Корона». Мы все посмотрели четвертый сезон, все там в шоке, кто в восторге, кто не в восторге от того, как показана была история любви принца Чарльза и Дианы. И теперь, я, кстати, не знала того, что создатель, собственно, сериала «Корона» Питер Морган, он до декабря 2020 года был в отношениях с Джиллиан Андерсон, с артисткой, которая сыграла Маргарет Тэтчер. То есть ее взяли на роль Маргарет Тэтчер по блату, но справедливости ради надо сказать, что она сыграла, конечно, отлично. Ну так вот, в декабре они расстались, и буквально через несколько недель Питер Морган закрутил роман с некой Джемима Голдсмит. И что самое интересное, семья Джемимы Голдсмит была дружна с принцессой Дианой, то есть всю свою жизнь Джемима знала принцессу Диану и знала какие-то определенные инсайды и так далее. И больше даже скажу, что принцесса Диана маму Джемимы рассматривала как, ну как, не то что рассматривала, ну как бы воспринимала как собственную мать, настолько близки были отношения. Из этого следует вывод, что, возможно, пятый сезон Короны будет еще более жаркий, чем четвертый. Почему? Потому что у Питера Моргана будут определенные инсайды в рукавах от Джемимы. Она, я думаю, сто процентов уж ему там понарассказывает. Вообще, вполне вероятно, что сошлись они тоже на вот этой вот на почве Дианы, Короны и прочее-прочее. Но поговаривают, что Джиллиан Андерсон была крайне неприятно удивлена тем, что вот после расставания с ней буквально через пару недель Питер нашел успокоение в объятиях другой женщины. Кстати, достаточно эффектный. Дальше новости из судебного зала Меган Маркл. Мы знаем, что сейчас проходит слушание по вот этому делу с письмом Меган отцу. И появилась информация, что во дворце есть четыре работника, которые должны пролить свет на то... Ну, вообще, на все эти обстоятельства относительно письма. Самое главное, они должны ответить на вопросы, кто создавал письмо и его электронную копию. Предполагал ли истец, то есть Меган Маркл, что письмо может стать достоянием общественности. Если она это предполагала, то тогда ее претензии в сторону газеты не обоснованы. И самое главное, вот эти четыре человека, их показания должны ответить на вопрос, предоставил ли истец, Меган Маркл, прямо или косвенно личную информацию авторам Finding Freedom в поисках свободы Омеда Скоби. Потому что это тоже очень важный момент, если она сотрудничала с Омедом Скоби, прямо или косвенно. Ну, это же такое размытое понятие. Я косвенно сотрудничала. Каким образом? Мне кажется, само существование Меган Маркл, это косвенное сотрудничество. Потому что она выходит, и она позволяет себя фотографировать. Даже не позволяет, но все равно ее фотографируют. Ну, сказать, что это косвенное сотрудничество? Ну, можно сказать. Ну, так вот, собственно, если она прямо или косвенно сотрудничала с Омедом Скоби, то тогда ее претензии относительно того, что газета опубликовала какую-то ее личную информацию, тоже не обоснованы. Но пока еще неизвестно, кто будет давать показания, и пока еще неизвестно, чем это все закончится. Мне кажется, скандал только-только разгорается. И, кстати, последняя строчка ее письма звучала следующим образом к отцу. «Я не прошу ничего, кроме мира, и желаю тебе того же». К сожалению, никакого мира ни Меган, ни Томас Маркл не получили. Кстати, Томас Маркл собирается снимать документалку про то, как он растил Меган. Это тоже назвать миром нельзя. Но я думаю, что для Томаса, для Саманты Маркл мира они не ищут, потому что они ищут то, каким образом можно заработать на этой истории. И, в принципе, их обвинять в этом тоже не стоит, потому что так работает шоу-бизнес. Дальше появилась информация в Экспрессе о том, что перед тем, как Гарри и Меган уехали из страны, перед тем, как они оставили свои синие роялообязанности, королева, оказывается, возложила, хотела возложить, ну и собиралась, вот уже была на пороге, возложить на Гарри обязанностей больше, чем у него было, потому что она понимала, что он засиделся на вторых ролях, что ему уже очень тяжело, что он сыт по горло. Именно так цитируют инсайдеров. Она собиралась задавать ему больше обязанностей именно в военной части, но, как мы знаем, не сложилось. И Гарри относительно этого, кстати, очень переживает. У него забрали все титулы военные, он не может там посещать парады и прочее. Ну и, как мы помним, даже от его имени венок не возложили в день памяти. И, кстати, поговаривают. Я раньше говорила о том, что вроде как королева даже не знала, не дошла до нее эта просьба. Но потом появилась информация, что она даже секунды не раздумывала, когда принимала это решение. Что, мол, нет, я даже думать не буду. Мы не разрешаем Гарри возлагать от своего имени венок. Но это, в принципе, логично. Либо ты на параде возлагаешь венок, либо ты на кладбище в Лос-Анджелесе и делаешь из этого шоу цирковое. Дальше очень классная информация для тех, кто соскучился по роял-событиям. Скачки пройдут в 2021 году. Королева определила дату скачек 15 июня. С 15 по 19 июня пройдут эти скачки. Это что значит? Это значит, что огромное количество нарядов, шляпок, сумасшедших, красивых, элегантных, скромных, каких только угодно. Мы будем за этим за всем следить. И, конечно же, тоже увидим там и Кейт, и Беатрису, и Евгению, и всех-всех-всех вместе взятых. Это очень круто, что в 2021 году, несмотря на ковид, на пандемию, все-таки потихонечку возрождается вся та жизнь, которую мы знали до этого долбанного ковида. Ну и последняя новость. Тоже хочу закончить это видео на такой приятной новости на принцессе Евгеше. Я всегда расплываюсь в улыбке, когда про нее говорю, когда про нее думаю. Она очень приятная. Не перестану этого повторять. Она со своим просто Джеком замечательная пара. И, как говорят, они ожидают уже ребенка в середине февраля. А это вот-вот-вот уже скоро. И, конечно же, уже делают ставки на имя. И вот, например, 8 к 1 ставят на имя Элис или Артур. То есть это очень традиционные для королевской семьи имена. Ну и, собственно, ставка говорит о том, что больше вероятности, что если девочка, то будет Элис, если мальчик, то будет Артур. Ставки 14 к 1 на имена Августа, Томас и Александра. Александра тоже, мне кажется, очень красивое имя. Хотя и Томас, и Элис, и Артур. Скажите, как вы считаете, как назовет принцесса Евгения свою девочку или своего мальчика? И будем, конечно, потом сравнивать наши с вами ответы. Но мне нравятся Элис и Артур. Вот это прям классно, красиво. И это очень по-королевски. Еще, кстати, 10 к 1 на Годфри, Грейс и Генри. 22 к 1 на Чарльза. И 25 к 1 на Эдварда. Но вот эти имена мне как-то уже меньше нравятся. Да, мои ставки на Элис и Артура. Что интересно, еще есть Виктория и Виктор. Это 16 к 1. Диана это 20 к 1. А Камила 100 к 1. То есть можете себе представить, сколько можно денег выиграть, если ты поставишь на Камилу, и Евгения вдруг решит назвать своего ребенка Камилой. И, кстати, есть еще 200 к 1 на Бориса. Но это, наверное, такой реверанс Борису Джонсону. Ну ладно, сегодня, я думаю, что мы будем заканчивать. Вот такое вот легкое, незамысловатое, но очень приятное видео, как мне кажется, получилось сегодня. Если это так, то я жду ваши пальцы вверх. Обязательно ставьте свои роя лайки. Пишите имена для ребенка принцессы Евгении ниже в комментариях. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok